Проезд в общественном транспорте Мы должны ответственно подойти к повышению цен, так как это затрагивает и население, пассажиров и, естественно, заинтересованы в этом наши перевозчики. То есть мы должны выбрать такую золотую середину, взвешенно подойти и увеличить тарифы, чтобы наш пассажир не был, как говорится, обременен. В Северной Осетии состоялись учения горной мотострелковой бригады. Основной задачей военнослужащих была отработка тактики ведения боевых действий в условиях горной местности. Первый этап – оборонительный. К учениям привлечено более полутора тысяч военнослужащих, около 350 единиц техники, 10 вертолетов и 40 лошадей карачаевской породы. Условное сражение длилось три часа. Уже на новой неделе эта же группа отработает переход в наступление, захват и удержание выгодного рубежа. Этап оборонительного боя – это бессонные ночи офицеров, бойцов, фортиционное оборудование позиций, отработка документов, карт, очень много задач. Я считаю, что личный состав бригады с этим успешно справился. Библионочь Впервые во Владикавказе прошла Библионочь. В залах Республиканской научной библиотеки было устроено целое представление. Красочный бал и интересные выставки собрали любителей книжного искусства. Одной из самых важных в программе Библионочи стала экспозиция живых писем, дневников и книг о Великой Отечественной войне. Все это сопровождалось красивой музыкой и интересными рассказами сотрудников. Библиотекарям удалось доказать – книга нужна во все времена. Причем книга любовь ожидала не только духовная пища. Все собравшиеся смогли полакомиться книгоблинами. Публике очень понравился наш бал. Все были вроде бы довольны, всем было интересно, по крайней мере дети веселились, все танцевали, улыбались. 90-летний юбилей отметил ветеран Василий Серебренников. Он прошел всю Великую Отечественную войну и нашел в себе силы для творчества. В фойе концертного зала СОГУ была развернута выставка декоративно-прикладного искусства. Автор работ – сам юбиляр. А на главной сцене Дворца культуры прошел незабываемый концерт. Василий Серебренников прочел со сцены свои стихи и услышал песни, текст на которой также был написан днеменинником. На творческом вечере юбиляру вручили медаль во славу Осетии и множество благодарственных писем. Вечер так получилось, что он удивительно совпал с 70-летием победы, его юбилея 90-летия. Поэтому мы все окрелены тем, как Василий Петрович нас учит жить. Ученики 33-й школы сложили тысячу конвертов-треуголок. 70 лет назад точно такие же треугольники отправляли бойцы с фронтов Великой Отечественной войны. На полях сражений конверты были в большом дефиците, поэтому письма просто складывали. Их не запечатывали, каждая весточка проходила цензуру. Старшеклассникам рассказали о подвигах военных почтальонов и зачитали отрывки из солдатских посланий. Треугольные конверты, сложенные учениками, Почта России доставит ветеранам вместе с персональным поздравлением от президента страны 9 мая. Фронтовики и труженики тыла смогут бесплатно и в любой период времени отправить их родным и знакомым по всей территории страны. И несмотря на свой возраст, я бы стала на защиту своего отечества. Даже если бы мне было лет 10, даже если бы я лет 7 была, я бы все бросила. Для того, чтобы дальше мои внуки или правнуки жили свободно. Для того, чтобы они не находились под натиском своих врагов и чтобы они жили в чистой свободной стране. Героизму старшеклассников времен Великой Отечественной войны посвятил свой короткометражный фильм режиссер Суслан Макиев. Название картины – фотографии до и после. Главные роли в ней исполнили студенты факультета искусств Северо-Остинского госуниверситета, артисты русского и остинского театров, а также конного театра «Нарты». 25 минут просмотра, нескончаемые аплодисменты зрителей и слезы на глазах. Фильм приурочен к празднованию 70-летия Победы. В скором времени его можно будет посмотреть на сайте Министерства образования и науки Республики. Разное время, разные ситуации. Вот наши предки в этой разной ситуации повелись о геройске, они выиграли войну. И я бы всем пожелал, чтобы это была главная и последняя победа, чтобы не надо было больше в бою доказывать ничего. Так на других площадках, творческих, спортивных и так далее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!